благодарить организаторов потому что тематика очень интересная и вообще вот такие встречи надо продолжать, потому что мы все друг друга знаем и к сожалению вот эти площадки где бы мы объединялись, смотрели друг на друга спорили, ругались, ненавидели их и так много и по большому счету да, вот так вот я хочу сказать что вот вы знаете, вот тема очень щекотливая но, вы знаете, в истории на самом деле побеждают только, исключительно только радикальные течения, радикальные учения к сожалению, да, казалось бы сегодня тематика, которую Роман Амельевич высказывает, она очень агрессивная, радикальная но, кстати, что такое был, скажем, большевизм в издании Троцкого и Ленина да, ведь в смысле Советский Союз как государство она формировалась как конфедерация, идея-то была какая вот эти национальные республики, они объединяются революция в Германии, она просоединяется там, в Польшу революция, и за счет этого создается единый Советский Союз, конфедерация так сказать, народов, пролетариатов а де-факто Сталин построил унитарное предприятие, где унитарное государство, где в основе Москва и так далее по принципу Русской империи еще одна тема очень табулированная да, Гитлер подонок, преступник но, вы знаете, мы эту тему закрываем а на самом деле фашизм и вот та система управления, та система организации власти, которая была у Гитлера она не так уж проста, как кажется Гитлер, например, когда пришел к власти ну, тема очень такая, может быть так сказать я определил свою позицию когда говорил, но это жесть, что ее нельзя изучать когда Гитлер пришел к власти то профессора Берлинского университета ему написали концепцию в праве она называлась неогегелянство и вот они умудрились с позиции Гегеля Георга Гегеля, его работы философия права, наука логика они с позиции Гегеля умудрились обосновать фашизм это я к тому, что с философской точки зрения и с точки зрения права можно обосновать все, что угодно то же самое по большевизму ведь Ленин пишет единственную работу я бы говорил, государственная революция в августе 1917 года когда они вот-вот должны прийти были к власти и в рамках этой концепции выстраивается вся правовая концепция социализма поэтому я хочу сказать как бы вот эти концепции не казались отчасти, может быть, радикальными, жесткими но практика показывает так, что именно только радикальные концепции а что такое был либерализм в 90-х годах право либеральной идеи даже не идеи кенсианства победили, кстати, в России в экономике идеи Фридмана да, рынок, который все это же тоже радикально это самое радикальное учение они и победили, понимаете да, понятно, почему обрушился союз можно бесконечно говорить даже дело не в предательстве Горбачева это что, сложнее и так далее Горбачев там совершенно был ведомый человек поэтому, когда вот мы так с ним пренебрежительно и свысока раз просматриваем на националистов на, так сказать, а, это никогда не будет это, так сказать, они балуются и так далее нет к сожалению, я хочу сказать, что вот практика такова, что как раз наиболее радикальные учения, взгляды они отчасти и востребовали что касается самой позиции национализма но опять же, давайте откровенно говорить ведь мы же изучали по себе историю по истории Карамзина помните, что писал Пушкин, да что он по заданию Романова писал любовь к нуту и самовластью ему история дана на самом деле, были альтернативные исторические концепции и, кстати, Романову не давали те же работают Щербовицкого и так далее они тоже не давали их не популяризировали не, что называется не пропагандировали вот была концепция, написанная Карамзином она была в основе и так далее поэтому я хочу сказать, что да, действительно, мы стоим на перепуте и не факт, что вот эта система конструкция власти а, кстати, вот когда говорят о парламентской республике ну, де-факто у нас была две парламентские республики в истории России да, это парламент, последняя дума была так сказать которая развалила царскую империю и Верховный Совет да, и Верховный Совет который, в общем-то, привел к авторитарной конституции Ельцина так сказать, в 93-м году и сам это удивительно было вот у меня претензии к либералам да, у меня претензии к либералам какие ну, друзья мои ну, вы же там танцевали, так сказать когда Ельцин принимал эту конституцию ну, я понимаю, там Марголина я к ней ничего плохого не имею она не юрист она не юрист она не юрист простительно, но какая демократия в конституции 93-го года ну, что вы глупость говорите там Юрий не пахло там авторитарный и так далее то есть проблема, я хочу сказать что не надо предназначительно относиться к идеологии на самом деле, еще раз говорю да, радикальное учение, к сожалению, приходит побеждать спасибо большое